С глубокой скорбью и тяжелыми сердцами мы сообщаем о трагической утрате, которая охватила астрологическое сообщество. В возрасте 66 лет ушла из жизни знаменитая астролог Тамара Глоба, оставив наш мир беднее, своей мудростью и знанием. Тамара Глоба была несомненным авторитетом в мире астрологии, ее работы и предсказания вдохновляли и олицетворяли многие поколения астрологов и любителей этой науки. Ее глубокое понимание звезд, планеты и их влияние на судьбы людей сделали ее знаменитой и уважаемой во всем мире. Знаменитый российский астролог, Тамара Глоба начала свою карьеру в астрологии, более 30 лет назад. К ней прислушивались как простые россияне, так и бизнесмены, она регулярно выступала в ТВ, шоу и на Ютьюб с прогнозами, и смогла предсказать многие события. С детства Тамара тянулась к сцене, занималась вокалом и в 15 лет даже победила в конкурсе, получив премию за исполнительское мастерство. Также она увлекалась рукоделием и до сих пор любит шить и вязать, если появляется свободное время. В 8 лет Тома нашла на чердаке дома, старинную запыленную книгу, посвященную хиромантии и учению о гадании, о личностных особенностях человека, его характере, событиях, произошедших в жизни и грядущей судьбе по кожному рельефу ладоней, по пиллярным и флексорным линиям, а также холмам на ладони. Она заинтересовалась гаданиями и стала тренироваться на друзьях и родственниках. Происхождение своего необычного дара Тамара приписывает, генетики превосходной интуиции обладали отец, и дед со стороны отца. Первым клиентом выступила собственная мать, по ладони которой Тома прочла одиночество. Этот факт подтвердился, временными трудностями в отношениях родителей еще до рождения Тамары, отец изменил ее матери с одной девушкой, в результате чего родители расстались, чтобы позднее снова воссоединиться. Окончив школу, юная предсказательница поступила в Ленинградский электротехнический институт. Выбор вуза, никак не связан со склонностью к точным наукам в институт, пошла по зову сердца за своим возлюбленным. Тамара так и не получила образования в этом учебном заведении. Трудовую деятельность будущий астролог, начала в детском доме. Однако тяга к творчеству ее привела на Ленаучфильм, где обладательница мягкого тембра голоса, была помощником режиссера, и стала озвучивать роли в кино. В астрологию Тамара попала случайно, познакомившись в 1989 году, с Павлом Глобой, который проводил лектории на астрологические темы. Сфера интересов возлюбленного, очень быстро увлекла девушку. На рубеже 90-х годов люди стали, очень активно интересоваться астрологией, и Тамара с Павлом Глобой, очень быстро приобрели популярность, благодаря своим точным прогнозам и гороскопам. Тамара всячески поддерживала Павла, стала соавтором нескольких книг, соорганизатором высшей школы астрологии, и в какой-то мере даже духовным наставником Глобы. Очень скоро, супруги Глоба, стали самыми знаменитыми астрологами в стране. За свою карьеру Глоба предсказала массу событий, которые произошли в стране и мире. Например, спрогнозировала распад СССР, начало Чеченской войны, мундиаль в России в 2018 году, пандемию. Более 15 лет на русском радио, Тамара Глоба озвучивает свои астропрогнозы радиослушателям. В 2015 году, она стала третьей ведущей в шоу «Давай поженимся», на первом канале, где давала жениху и невесте Расклад на «Ис совместное будущее». Ее соведущими были Лариса Гузеева и Роза Сибитова. Глоба проработала в этой передаче, до 2018 года, заменив ушедшую в декрет Василису Володину. Астролог рассказывала, что никогда не испытывала дефицита внимания противоположного пола. Стройная, высокая, ростом 172 см и изящная, она покорила не одно мужское сердце. Первым избранником Тамары стал ее одноклассник Сергей, за которого она вышла замуж в 1977 году. Они были вместе 7 лет, за это время у их родилась дочь Анна, в 1982 году. А через два года пара развелась Тамара, разочаровалась в муже, который не стремился к семье, а ее не поддержал в критический период онкоболезни. Ей было 23 года, когда у нее обнаружили рак, она лежала в больнице, но муж ни разу не навестил ее. Вторым мужем Тамары стал астролог, Павел Глоба. Когда она работала на киностудии, Павел приехал из Москвы на съемки фильма. Во время работы, над лентой «Маски сна» у них случился роман, переросший в супружество. Для Глоба Тамара стала четвертой женой. В программе «Наедине со всеми», Тамара Глоба рассказала Юлии Меньшовой о горе, которая пережила в браке с Глобой. Ей пришлось отвечать в высоких кабинетах за мероприятие мужа, которое он не провел и скрывался. Тамара была беременна, но влиятельных людей это никак не остановило, ей устроили невероятный допрос. Из-за стресса у будущей мамы случились преждевременные роды, а младенец через 10 дней умер. Позднее у супругов появился сын Богдан, он родился в 1986 году. Он кстати пошел по стопам своих родителей, и стал астрологом. Однако как рассказывала Тамара, Павел никогда не был хорошим отцом своему ребенку. А вот с третьим мужем Тамара почувствовала себя по-настоящему счастливой. Избранником стал олимпийский чемпион по плаванию, Вениамин Таинович. Он был на 10 лет младше нее, но разница в возрасте не помешала браку, хоть официальное отношение пара регистрировать не стала, несмотря на то, что мужчина несколько раз просил руки и сердца своей возлюбленной. Причем союз с Вениамином Тамара видела во сне, несколько лет. И очень жалеет, что не родила ему ребенка. Их брак продлился с 1992 по 1999 год, и супруги расстались. Глоба даже признавалась, что исчерпала себя и решила посвятить себя детям и карьере. Весной 2022 года вышло большое интервью Тамары Михайловны на YouTube-канале Надежды Стрелец. Главной темой разговора стала геополитическая ситуация в мире. Прогнозы астролога были неутешительными. Наиболее сложным Глоба назвала 2023 год с точки зрения возможности наступления локальных вспышек заболеваний. Слову пандемию коронавирусной инфекции эксперт посчитала сдерживающим фактором без него. По ее мнению, могли бы возникнуть более серьезные военные потрясения. В 2026 году Тамара Михайловна увидела наступление так называемого открытого мира, когда все люди смогут перемещаться по земному шару без виз. Что касается более близких перспектив, в геополитическом плане для России, то это, в первую очередь, развитие Восточного Союза, большая ориентация на Азию. Сегодня мы прощаемся с талантливой женщиной, которая способствовала раскрытию невидимых закономерностей космоса и вдохновляла нас смотреть ввысь, искать ответы в звездах и находить в себе связь с бескрайним миром Вселенной. Ее уход оставляет огромную пустоту в нашем мире, но ее наследие будет жить в сердцах и умах всех, кто ценил ее работу и познание. Мы выражаем искреннее соболезнование, семье и близким Тамары Глобы, и пусть ее душа покоится в мире среди звезд, которые так ярко сверкают на небесах, как ее собственное сверкающее влияние на наше понимание мира астрологии.